Девушки отдыхают Девушки отдыхают Весь мир за одну ночь У него супер сони Санта Клаус такой старенький Ему сто и еще сто лет Ух ты, даже старше Моего дедушки Домик Санта Клауса Здравствуйте, ребята Здравствуйте, Добрый Данка Клаус Вы хорошо себя ведете? Да А все ли вы содержите в чистоте Свои комнаты? Да А ты? Конечно А теперь подойдите и скажите Чего бы вам хотелось на праздник Можно футбольный мяч, пожалуйста Ксенофон Домино Магический шар, пожалуйста Гоночную массы Мячик попрыгун Бум-бум-бум А можно поезд? Игрушечный, надеюсь Какой еще игрушечный? Настоящий Я буду катать на нем Самых настоящих пассажиров По запаху он определяет Где была Сюзи Вокруг дерева За маленьким кустиком А может быть за горкой Нашел И все это благодаря моему чудо-носику Это же просто супернос Да, именно Неужели у всего есть свой запах? О, да Все всегда пахнут Совершенно по-разному Ну, а чем пахнет от меня? От тебя пахнет садовыми цветами И резиновыми сапожками А чем пахнет от меня? Ты пахнешь сырой травой И свежим печеньем Ну, а я чем пахну? Бананами и джемом А чем от меня пахнет? Молоком и рыбными палочками А чем пахну я? Педро Ты пахнешь зубной пастой О, а какой твой самый любимый запах? Яичный А что было самым невкусным из того, что ты нюхал? Голубой сыр Фу! Кстати, давно пора ведать Как ты догадался? Я учу запах морковного супа. Я тоже чувствую запах морковного супа. И вы! Обед готов. Сегодня я всех угощаю морковным супом. Всем очень нравится морковный суп, который приготовила мама-корольчиха. Не суп, а вкуснятина. Кто бы это мог быть? Папа Лис заехал, чтобы забрать Лисёнка Фредди домой. Ммм, здесь, кажется, уже обедают. О, уважаемый Лис, добрый день. Привет, мама-корольчиха. Привет, папочка. Сегодня я решил пообедать у кроликов в норке. Вот и молодец. Кто угадает, что у нас на десерт? А сколько же ему лет? Ему исполнилось 33. Он же старше моей мамы. Понимаете, дети, черепахи живут больше ста лет. Значит, мой дедушка чуть помладше. Почему он такой медлительный? Он же тащит на спине тяжёлый домик. А, а, доктор Хомяк, по-моему, Тиддлс решил исчезнуть. Далеко ему не уйти. Он же такой медлительный. Я показала вам ещё не всех своих питомцев. Динозавр! О, Джордж! Кого не покажи, у тебя на уме одни динозавры! О, действительно динозавр! О! Это вовсе не динозавр. Это Лулу, маленькая ящерица. Привет, Лулу! Она так похожа на дракона. Неужели она огнедышащая? Нет. Просто у неё очень длинный язык. Ух ты! Она тоже впадает в спячку на всю зиму, как Тиддлс? Нет. Ой, а где же Тиддлс? Тиддлс? Невероятно! Малыш-черепашонок решил сбежать. Не беспокойтесь, доктор Хомяк, мы отыщем вашего питомца. Может, он в музыкальной комнате? Но Тиддлс не пошёл в музыкальную комнату. Тогда, наверное, он в игровом домике. Тиддлс не пошёл в игровой домик. Может, он прячется среди пальто? Тиддлс не прячется среди пальто. Я чувствую запах черепашки. Сюда! Лисёнок Фредди отлично ориентируется по запаху. Вот наш Тиддлс! Тиддлс забрался на дерево. О, я позову на помощь. Это пожарная станция «Мисс Кролик». Пожалуй, я достану свою книгу о часах и стрелках. Да, вот она. Как работают часы. Дедушке-свине удалось починить часы с кукушкой. Ура! Мама-свинья приехала забрать домой Пеппу и Джорджа. Мама! Дедушка починил старые часы с кукушкой. Прекрасно. Что это? Это мой старый компьютер. Компьютеры я чинить не умею. Он работает. Я купила себе новый компьютер и решила, что ты будешь работать на этом. Эм, сложно сказать. Зачем он мне нужен? О, компьютер. К чему он тут? На нем можно печатать письма. Смотри, дедушка. Эй, эй, си, динь. И цифры разные. Один, два, три. А если мы его сломаем, случайно нажав не на ту кнопку? Не беспокойтесь, его непросто испортить. Только не пои его молоком, не корми печеньем или жильем. Он так забавно поет. Выходи, курочка. Если ты нажмешь на эту кнопочку, она снесет яичко. Я уже освоила эту игру. Хотя Джордж играет сто раз лучше. Забавно. Давай оставим этот компьютер, бабушка-свинья. До свидания. Пока. Не хочешь немного поработать на нашем компьютере, бабуля-свинья? Да. Сначала посчитаем, а потом попишем. Пеппа и ее семья собрались обедать. Так, кажется, я вышел на след шоколада. Лисенку Фредди помогает его природный нюх. Есть! Лисенок нашел шоколадное яйцо прямо посреди купальни для птиц. Дедушка, мы нашли все шоколадные яйца. Это было так забавно. Да, но слишком просто. Для самых маленьких это совсем непросто. Джордж, Ричард и Эдмонд ничего не нашли. Интересно, где же все остальные яйца? Соколадка. А, Эдмонд, у тебя что-то спрятано прямо за ушком. Вот теперь все нашли шоколадные яйца. Чем же мы займемся сейчас, дедушка? По-моему, самое время отправить их в рот. Здравствуйте, малыши. Бабушка, бабушка, мы нашли все шоколадные яйца. Но где же они? Я что-то не вижу ни одного яйца. Они у нас в животиках. И на ваших мордашках. Хорошо ли дедушка их от вас спрятал? Хорошо, но мы большие дети. Сразу же их нашли. А вот маленькие без помощи не обошлись. Джордж, Ричард и Эдмонд не любят, когда их считают маленькими. Ничего, скоро в нашем саду появятся те, кто еще меньше вас. О-о-о, да, крошечные малыши. Это так интересно. Дедушка уже рассказал нам о совсем молодых растениях. Но это совсем не интересно. Мы сейчас говорим не о растениях, Пеппа. Когда к нам, наконец, приедет кузина Хлоя? Уже скоро, Пеппа. Малыша Александра тоже обещали привезти. Ты не забыла? О, маленькие просто без конца плачут. Они кричат даже ночью. Уверен, малыш Александр не будет плакать так много. Что это за звук? Сработала сигнализация. Или гудит пожарная машина. Нет, это и есть малыш Александр. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Здравствуй, кузина Хлоя. Всем доброго дня. Здравствуй, дядя Свин. Здравствуйте. Привет, тетя Свинья. Ты помнишь малыша Александра, верно, Пеппа? Да. Надеюсь, вы останетесь на несколько дней. Нет, это все, что понадобится малышу Александру только на один день. Не вздумайте куда-нибудь пойти, не захватив с собой его вещи. О-о-о. Привет, малыш Александр. Он не умеет разговаривать, Пеппа. Если он не умеет разговаривать, как же вы узнаете, что ему сейчас нужно? Мы угадываем. Я полагаю, что он проголодался. Пеппа, не хочешь ли ты помочь мне покормить Александра? С удовольствием. Малышу Александру уже давно пора обедать. Сегодня тебя будет кормить кузина Пеппа, Александр. Вот так, моя дядка. О-о-о. Это сладко. О-о-о. Он отворачивается и не хочет есть. О-о-о. Накормить малыша Александра задачка не из легких. Вот, смотри. К нам летит самолетик. О-о-о. Александру нравится, когда его ложка превращается в самолетик. Может, попробуешь, Пеппа? Вот летит большой самолет. Открой скорее рот, и он влетит прямо в ворота. Не нужно так сильно. Легче. Хе-хе-хе. Вот так. У меня получается чудная мелодия. О-о. Наверное, у меня просто неправильный рот. Ротик у тебя прекрасный. Просто здесь нужна практика. Это невозможно. Приходится много и прилежно учиться, прежде чем ты научишься кататься на велосипеде или играть на пианино. У меня ушли годы на то, чтобы научиться шевелить ушами. Здорово. Хе-хе-хе-хе-хе. На кухне мама свинья решила испечь печенье. Что ты делаешь, Пеппа? Я хочу научиться свистеть. О-о-о, понимаю. Мама, а ты умеешь свистеть? Я даже не знаю, я не пробовала. Нужно долго тренироваться. Я умею. Мама свинья умеет свистеть. Ты умеешь свистеть, потому что ты уже старая мама. Спасибо, Пеппа. Джордж сидит в спальне и запускает игрушечную ракету. Джордж, я хочу научиться свистеть. Нужно вытянуть губы трубочкой вперед и дуть. Не переживай, Джордж. Видимо, это так же трудно, как и шевелить ушами. Джордж умеет шевелить ушами. Значит, свистеть труднее. Джордж и свистеть умеет. Затем наклеит на больное место пластырь. Так тебе полегче? Да, спасибо. Итак, дети, сегодня в классе нет пони Педро. Если вы успели это заметить. Он что, опять опаздываем? Нет, Сьюзи. Педро лежит в больнице. О-о-о! И сегодня мы пойдем его навестить. Это больница. Пеппа и ее друзья пришли навестить малыша пони. Запомните, дети, от меня отходить нельзя, иначе вы потеряетесь в коридоре. Да, мадам Галиль! Извините, мистер Бык, в какой стороне находятся детские палаты? По ступеням вниз, двойные двери, право-лево-право, по коридору наверх по лестнице, третий слева вход. Э-э-э... Или можете прокатиться на лифте. А-а-а! 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 А может быть Педро спит? Ведь больные должны как можно больше спать. Привет, друзья! Здравствуй, Педро! Почему ты не спишь? И на больного ты не похож. Я сломал свою ножку, и на нее наложили гипсовую повязку. Ух ты! Гипсовая повязка помогает косточкам Педро срастаться А я коленку сегодня ударила И мне на нее пластырь приклеили Ух ты! Хочешь на моем гипсе что-нибудь нарисовать? Да, спасибо Все дети с удовольствием рисуют картинки на гипсовой повязке малыша Я нарисую футбол А я нарисовала фиалки Это мистер Картошка Попугай! А я нарисовала большую ложу с грязью Красиво, спасибо, друзья Нарисуй и ты что-нибудь на моем пластыре Хорошо, я нарисую маленький цветочек Спасибо, Педро Педро, а тебе нравится лежать в этой больнице? Еще как А сестры здесь несердитые? Они дают мне картинки Одни напольные часы? Они великоваты Хороши, правда? Вообще-то они идут набором в три штуки О-о-о! У кого самый громкий звонок? А у меня нет звонка О-о-о! Но у моего папы есть звонки в багажнике фургона Трое часов, это гораздо лучше одних Папа, у тебя есть звонки для велосипеда? Сколько тебе нужно, сынок? Мне нужен всего один У меня коробочки по два Теперь у лисенка Фредди два звоночка Отлично! Спасибо, папа Папа дал мне два звонка Ух ты! А что еще есть у твоего папы в фургоне? У него там есть все-все-все Во что сейчас сыграем? Давайте устроим соревнование А победитель получит большой блестящий кубок Ну где нам взять этот кубок? Да! Где нам взять этот кубок? Я посмотрю, что можно сделать Иметь собственную бетономешалку хорошо тем Папа, у тебя есть большой блестящий кубок для победителя велосипедной гонки А насколько важна ваша гонка? Она для нас очень важна Такой пойдет? Ух ты! Спасибо, папа Он золотой Да Это пластиковое золото Вот кубок победителя Он из пластикового золота Ух ты! В фургоне твоего папы действительно есть все-все-все Да А давно вы тут сидите? С четверка, кажется Я расскажу вам одну историю, если, конечно, вы хотите послушать Нет, не надо Очень хотим Что ж, вот вам море и небеса Я, я учусь играть на банджо Хотите, спою вам песенку? Нет, не надо Очень хотим И вот я проснулся А море шумит Зовет в небеса Вода, небеса, вода, небеса Вот твой сыр О, как все-таки это мило И новая книга Как взобраться на маяк Руководство к действию А почему ваш дом называется маяком? Я покажу тебе, папа Винтовая лестница шла вверх, поднимаясь к самой верхней точке маяка Все наверх, наверх и наверх Мой дом называется маяком, потому что на самом верху у него расположен большой фонарь Ух ты! Светом он разрезает ночные небеса, помогая морякам отыскать дорогу к дому А когда опускается туман, я пользуюсь своим противотуманным рогом Дом! Даже уши болят Сегодня тумана нет, только море и облака Но я могу рассказать вам историю Нет, спасибо, нам пора домой Мы поплывем на остров пиратов До свидания, дедушка Кролик Пусть море и небо вас радуют Спасибо! Лодка дедушки пса причалила к пиратскому острову Смотрите, наш песочный замок так и стоит Давайте будем играть в прятки Хорошо, один, два, три, четыре, пять На пиратском острове почти совсем негде спрятаться Пора не пора, я иду со двора Я вас вижу А где же Джордж? Дедушка пёс нигде не может найти Джорджа Я сдаюсь, где же он? Это дедушка пёс Привет тебе, дедушка свин Отличный день для прогулки Да, привет тебе Сегодня я везу свой катер в мастерскую Его нужно отремонтировать А ты не мог бы захватить и мой катер в мастерскую? Пожалуйста Ну, конечно Только где он, твой катер? Я стою прямо на нём Хо-хо, он утонул Ну, совсем чуть-чуть Я удивлён, что твой катер не утонул давным-давно Что? Мой катер лучше твоего ржавого ведра Дедушка пёс и дедушка свин – лучшие друзья Ловите, капитан Так точно, шкипер Грузовик дедушки пса вытащил катер дедушки свина из воды Ух ты! Мы едем в мастерскую Что такое мастерская? В мастерской, Пеппа, ремонтирует, например, сломанные катера Это мастерская дедушки кролика Приветствую вас, друзья мои! Приветствую, дедушка кролик! У-у-у! Кто сделал это с твоим катером, дедушка свин? Э-э-э, кое-кто налетел на швартовую тумбу Раздался грохот! И появилась большая дыра В ад! Нельзя доверять управлению катером посторонним, дедушка свин Э-э, дай Сможешь починить? Ну, конечно! Только измерю повреждения Дедушка кролик измеряет дыру в катере дедушки свина Теперь нужно найти, чем дыру залатать Хорошо, наверное, уметь чинить лодки Ого! Нужны годы, чтобы научиться чинить лодки А как давно вы ремонтируете лодки? Бабушка! Дедушка! Без паники! Лапы на палубу! Рождество! Сейчас только три часа утра Но Санта уже приходил А если он все еще здесь, мы его увидим? Нет, Санты здесь нет Смотрите, морковка, сок и сладкий пирог исчезли От пирога только крошки Да, Санта очень любит сладенькое А под елкой коробки с подарками Я попросила Санту принести мне куклу Может, откроем их прямо сейчас? Большие коробки мы откроем только после праздничного обеда Ну, ладно Пеппа и ее семья сели за праздничный стол обедать Давайте взорвем хлопушки Там внутри красивые короны И свистульки для праздника А еще шутки Что там дрожит в небесах? Я не знаю Вертолет из желе Праздничный пудинг просто объедение Пеппа и Джордж помогали мне его печь Мы его вымешивали А ты успела загадать желание, Пеппа? Да Я попросила, чтобы... Не посвящай нас Давайте откроем подарки Ух ты! Вот это подарок для Джорджа Какие прекрасные гоночные машины По-моему, они тут что-то намудрили Дайте-ка мне посмотреть Это сюда Вот это сюда А вот это, наверное, будет вот здесь Ну, погоняем На старт! Внимание! Марш! Папе и дедушке очень нравится играть с гоночными машинками Кажется, это подарили Джорджу По-моему, Джорджу больше нравится играть с коробкой А вот это твой подарок, Папа-свин Кто? В чем дело? Мы в секретном клубе делаем секретные вещи А Сьюзи всем об этом рассказала О, можно мне тоже в секретный клуб? Пожалуйста Я всегда хотела вступить в секретный клуб В него будет очень трудно вступить Вы должны сказать секретное слово Какое? Пик-а-нидл-нудл Пик-а-нидл-нудл Правильно, вы в клубе Что же будет дальше? Осторожно! Это Папа-свин Поговорите с моим папой! Только не говори ничего о нашем секретном клубе Здравствуйте! А, вот вы где, мама овца Как дела? Эм, 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 секретный клуб О, нет! О, я всегда хотел в секретный клуб Можно в него вступить? Ты не можешь вступить, папа, потому что ты взрослый Эм, моя мама тоже взрослая Ну, тогда ты должен знать волшебное слово Какое? Папа Дидл Дудл Дам Папа Дидл Дудл Дам? Вы в клубе! Что я должен делать? Осторожно! Это мама-свинья Следи за мамой, по секрету Папа-свин А, привет, мама-свинья Почему ты сидишь в кустах? Эм, эм, секретный клуб Оооо! Я всегда хотела вступить в секретный клуб Мы не можем всех принимать в секретный клуб Тогда он не будет секретным Ооо! Думаю, он не обязательно должен быть тайным секретным клубом Он может быть нашим общим секретным тайным клубом И все могут в нем участвовать О, здорово! Кто угодно может бить и грохотать Но чтобы извлечь музыку Нужно слушать друг друга А еще соблюдать ритм Мадам Газель Я не могу извлекать музыку, слушая других Ты можешь хлопать? Да Раз можешь хлопать, сможешь и музицировать Девочки, повторяйте за мной И мальчики Мадам Газель превратила хлопанье в музыку И... стоп А теперь мы поучимся играть на инструментах все вместе Мяу Родители пришли забрать своих детей А, вы как раз вовремя Позвольте представить оркестр треска, грохота и стука Детишки приготовились Внимание! Начали! Браво! Возможно, кто-то из моих старых учеников присоединится к нам Ищите свои инструменты, детишки Да, мадам Газель Мадам Газель учила всех мам и пап, когда они были маленькими Это довольно трудно, папа Но играть нужно вот так Давай посмотрим, не разучился ли я Папа! Ты умеешь играть на барабанах! Я большой специалист по барабанам Хорошо трещите, грохочите и стучите А теперь мелодия А почему ты не разговариваешь, Пепа? Да, почему ты не говоришь, Пепа? Ох, это дурацкая игра! В какую игру ты играешь? С Юзи сказала, что я болтушкой, что я не могу помолчать Но ведь ты и сейчас не молчишь, правда же? Так, я больше никогда в жизни не буду говорить с этого момента Всем привет! Привет, Дэнни! Привет, Дэнни! А что случилось с Пепой? Она не разговаривает О! Кто хочет винограда? Я хочу! Я хочу! Нельзя кивать головой, это нечестно И нельзя моргать Привет, ребята! Привет, Педра! А что случилось с Пепой? Она больше никогда не будет говорить Почему? Просто она слишком много болтает Я не слишком много болтаю! И вообще, ты вечно ходишь вот так О, смотрите на меня! Я овечка Сьюзи! Видишь, я права И говоришь ты так Микки-мэки, бубу-бубу! Это на меня не похоже Немножко похоже на тебя, Сьюзи Ты такая же шумная, как и я Я могу и помолчать Это не так-то просто Это не так уж сложно, Пепа Хорошо, тогда попробуй Давайте все попробуем И покажем моей маме Мама, мы будем вести себя тихо Очень тихо Так тихо, что вы услышите, если что-то упадет на пол Тихо, как мышки Но сейчас вы совсем не тихие От вас ужасно много шума Мы можем замолчать, как только захотим Мама овца показывает новую пожарную машину Такой звук издает пожарная машина А мисс Кролик демонстрирует всем свой спасательный вертолет Вот какие звуки издает мой вертолет Вертолет, приглашаем на прогулку Вертолет, приглашаем на прогулку Не хотите ли совершить прогулку? Очень хотим Хорошо, садитесь Милые мои, но здесь же так мало места Не беда Я буду смотреть за вами отсюда Папа-свин очень боится высоты Ух ты! Мы поднимаемся высоко Да, я могу подняться прямо в облаках А теперь будем падать Я могу даже сделать вот это Бедный папа, он пропускает столько радости Да уж, бедный папа Одно мороженое, пожалуйста Ммм, замечательно Может, нам уже пора на землю? Тревога, тревога! Вызываю спасательный вертолет! Уже в пути? Вам так повезло! Нам дали новое задание! Мистер Бэк перекопал всю дорогу Муууу! Здравствуйте, мисс Кролик Тут лежит большая железная труба Ее нужно убрать Сделаем, мистер Бэк! Как же ты поднимешь Такую большую трубу? С помощью магнита! Ура! А что вы собираетесь делать с этой трубой? Да я и сама пока не знаю. Идея. Я опущу ее вот сюда. Тут ее найдет практически каждый. Теперь я доставлю вас к дому. А как же наш папа? Приехали. Остановка, пляж. Но весь пляж покрыт снегом. Похоже, море очень холодное. А я так мечтала сегодня искупаться. Так в чем же дело? Вода ведь еще не покрылась льдом. Вперед, девочки. Не пойму, чего же вы ждете. Я не пойду купаться. У меня до сих пор ножка болит. А у меня не прошел кашель. Тогда ты, мама-свинья, вода замечательная. А вы уверены, что она замечательная? Конечно. Море сегодня такое ласковое. Что ж, ладно. И мама-свинья решила искупаться. Тебе холодно, мамочка? Должна заметить, что холодновато. Когда впервые заходишь в воду, всегда холодно. Двигайся и скорее согреешься, дорогая. Так и быть, послушаюсь. И мама-свинья опрометью бросилась из воды. Я буду тебя вытирать. Пеппа Джордж и папа-свин согревают маму, растирая ее мокровыми полотенцами. Мне уже полегче. Может, искупаешься, папа-свин? Что-то сегодня не хочется. Кто-нибудь желает мороженого. Все любят есть мороженое, сидя на морском берегу. Я так хотела построить песчаный замок. А этот пляж взял и покрылся снегом. Мы можем построить снежный замок. Сначала мы наполним ведерко снегом. А теперь перевернем ведерко дном вверх. Нужно немножко по нему постучать. И вот, пожалуйста, снежный замок. Снежный замок. Я просто обожаю пляж. А я просто обожаю снег. А я все люблю. И снег, и пляж.